Оля должна быть заглушка Ай-яй-яй Вот так Я забыл про заглушку Эйкс-тю Так, ну в красненькой кофточке это Оля, судя по всему Вот А синий цвет есть на Яне Так что вот А я посередине, все нормально Лабуди, лабудай тогда Че? Лабуди, лабудай Потекло-текет Приветствую Привет Всем привет До руки До руки Кстати, у тебя звук немного изменился с того момента Может ты включил фильтр для гитары? Нет Нееет Он немножко как будто реверберирует Реверберирует Да, да, у Яна звук странный Вот пишет Ну, давай тогда сделаю Не странный Сейчас Ну, слушай, ну давай Попробуй Я думал, может быть не стоит, но давай попробуем Окей Вот, так хорошо А че-то изменилось Ну-ка Изменилось все Да, 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 все Все изменилось Так что все хорошо Вот теперь нормально Так, у нас там какой-то Не включен никакой режим А то я Вроде бы нет, да? А, нет, все хорошо Ну, вроде как названия все сменены Все на месте Да, всем добрый вечер Добрый вечер Сегодня вы на StopGame.ru По-прежнему Вот, сегодня мы будем стримить для вас игру Которая еще не вышла Она выйдет через два дня То есть послезавтра То есть через один день На самом деле Ха, поверили? А, может через три А, может Она называется It Takes Two Разрабатывает ее Студия Хейз Лайт От Как его зовут? От создателей Glorious Way Out Фаррес Джозеф Фаррес Да, Джозеф Фаррес Создатель Brothers A Tale of Two Sons И A Way Out Да, Джозеф Fuck the Oscar Фаррес Гениальный мужчина Любим его Да, отличный мужик Вообще Я, я прям Я в восторге от этой игры Вот Сразу вам скажу Уже? Все? Изумительно Все Расходил все, поле Да, закрываем стрим Спасибо Это было скоротечно Да, мы покажем тут несколько Там Три-четыре разных уровня Из разных моментов игры Вот Я думаю Вам понравится Так что Поехали Если вам понравилось уже И вы такие спойлерщики То Конечно Нам понравится Если что Играть будем мы С Мы с Олей Ян Будет Читать комментарии Да Кто будет за семейную пару играть Да Все уже Определить Даур А я Будет Да Плакать и смотреть со стороны Так Надо сделать потише Вот Отлично Сразу сходу Даур Как вы относитесь к игромании? А? А? Мы не относимся к игромании Стопгейм Это независимый портал Вот Он не относится Хорошо Вопрос С подвохом А как вы относитесь к игру? Даур К игру мы Относимся Ладно 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 Так Двойной голос из игры Двойной голос Звук игры двоится Так Секундочку 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 Такого быть не должно А ну да Значит Ян Я тогда тебе не передаю звук игры А то он летит прямо В стрим тоже С моего микрофона Ну ладно Ладно Да спасибо что сказали Мы уже исправили Так ну давай Ладушки Короче игра знаешь о чем Ян Игра о парочке Которая собирается разводиться У них есть маленькая дочка И Они решили что им нужно развестись Потому что отношения у них не складываются И Дочка Купила книжку Которая О том как Восстановить Отношения Восстановить любовь Или как то так Вот Она Читает эту книжку Держит двух куколок И плачет И когда она плачет Слезы падают на кукол И Значит Души ее родителей Переселяются в кукол Все И с тех пор понеслась А как к этому относятся Собственно родители То есть это фантазия Получается Родители такие в шоке Типа Блин надо Ну Ну как то вернуть себе тела Давай позовем Ну Придем к дочке Скажем ей Типа Эй вот мы Мы куклы И так далее Но она Не Пока не досягаема Дочь Вот они Пока очнулись И собираются Идти к ней Ищут путь То есть это начало игры пока Да Это начало игры Вечер добрый Нормально Нет на самом деле Так как игра еще не вышла Доступен только локальный кооп А дистанционный недоступен И поэтому мы Как бы Пока играем Что имеем То имеем Да Пока можем показывать только так игру Мне вообще очень нравится Знаешь метод Джозефа Фарреса Типа Вот вам игра В нее можно играть Только вдвоем А в одиночку Ну никак Пока Я бы даже сказал Что вот этот метод Он Вот Создал наверное Какую-то эволюцию жанра Потому что Ну не знаю Никогда Кооп режим Не был настолько Необходим игре Ну как тебе сказать Я бы сказал Что очень многие игры Вне коопа Они типа доступны Часто так делают Типа вот есть игра Можно играть От двух до четырех От одного до четырех игроков Да Типа можешь сам играть Можешь с друзьями играть Но при этом Играть в нее Самостоятельно И лично Соло Тупо Неинтересно А Мне кажется что здесь Да множество Множество Шутеров всяких там Не знаю Тот же Payday Например Left 4 Dead В одно лицо Играть Ну типа можно Да Ты освоишь Какие-то механики И все остальное Оно в коопе-то Гораздо краше Но это опять же Это вот я сейчас привел Такое Пришло в голову Много таких игр Правда Типа коопных игр Которые вот Гораздо лучше Когда в коопе И вот Только этим вывозят Ну да Несомненно Но Так сказано Конечно Типа Лэфт фор дэд Только этим Но в одиночку Там тоже можно играть То есть я Лэфт фор дэд Когда у меня еще Там не было интернета И все такое Я проходил ее в одиночку То есть ну там С ботами Условно говоря И Ну мне было норм Но понятное дело Что боты играют Местами умнее И Заботливее Так сказать Потому что Когда ты играешь С людьми Вот классный пример Прости что перебью Дивинити Вот это сумасшедший Классный пример Действительно Потому что ее можно Играть в одно лицо Но играть ее в коопе Как она задумана Да Ага Гораздо круче Потому что ты можешь там Общаться с неписями вместе Можешь решать какие-то Штуки Спорить там можно Друг с другом По-моему во второй части Добавили такую функцию В первой был Была по-моему Камень-ножницы-бумага Можно было делать Нет Ну тоже варик Да Тоже варик Ну вот я об этом и говорю Что типа Игры в которые Вы не станете Скорее всего Играть в соло Но Классно играть в компании И поэтому решение Знаешь Ограничить Типа Ну не играйте вы В мою игру соло Потому что Это не так классно Насильно Ну Смело Конечно Да Потому что Многие Жал Ой кисонька Как ты здесь вообще Оказалась Боже мой Ты такой Как будто текст читал А там кисонька Нарисованы В тексте Простите Кисонька Прижила операцию Просто И вообще Нельзя бы скакать Но она вдруг Оказалась На верхотуре Как ты там Как ты там Оказалась Товер справа Да Да Я играю за Мужичка Оля играет за Девушку Смело 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 Причем Короче Знаешь Как сделано Янды тут Или ты уже Скисонька Ушел с кисонькой Я и с кисонькой Ну и тут Ну короче да Тут такие знаешь Нетипичные парочки То есть она Мадам Она инженер Она короче работает Постоянно пропадает на работе А он наоборот Типа домохозяин Вот И все такое И занимается дочерью Ну классика Иногда классика Правда наоборот Но типа Плюс-минус Это проблема Популярная Когда кому-то важнее Карьера Кому-то важнее Построение семьи Единственная странность В этой игре Баланс не получается Именно вот сюжетно-логическая Странность Это то что Главные герои Но они как бы Вот Вот ты падаешь куда-то Да Ты типа умираешь Но ты не умираешь То есть Они это понимают Что они не умирают Но при этом Они постоянно боятся За свою жизнь Да она съест нас Она убьет нас Ты что Не надо это делать Мы погибнем А это как-то Обстебывается или нет Ну Время Ой А зря боялись Ладно Нет Вот Вот этим И оно и странно Да Так Это же описание Кулакова Которая Про карьеру И семью Или что Александр Как вы с Олей Говорит Маэстро Хм Да Ты можешь Как-то Уно Перевернуть Карточку Типа Девочки Нет Ты Нет Как ты Соли Оля Погрань Еще просят Я так думаю Что это не очень Возможно Сейчас Да Можно Можно Вот так Сейчас Там был вопрос По поводу Превью Был вопрос Можешь зачитать Пожалуйста А то я Как-то Упустил Из вида По поводу Превью Да Там Что-то Насчет 5-7 минут Там Да Вижу Даур Игра Действительно Действительно Меняет Свои механики Каждые 5-7 минут Как было сказано Превью Флинном На протяжении Всей игры И сколько Этих механик Набирается На протяжении Всей игры Механики Они не набираются То есть Они у тебя Не копятся Они чередуются Вот Сейчас у тебя есть Не-не Он имеет в виду Набирается Сколько всего Как бы В игре Ой Очень много Но тут знаешь Тут больше не в том Вот что Твой герой Может что-то Делать там Уникальное Определенное А А то что Эти механики По-разному Влияют на окружение То есть В сочетании С какими-то вещами Вокруг Они создают Какой-то свой Уникальный Экспириенс И Я бы сказал так В этой игре Есть мини-игры Которые ни на что Не влияют Они такие Просто соревновательные По типу Вот кто победит Я или Ты И так далее Но Вот таких мини-игр Именно для прохождения Игры Огромное количество Вот прям Они везде Они повседу Жми Спрашивают Можно ли отключить Разделение экрана Я предвосхитительно Скажу Наверное Что нельзя Нельзя В этом-то и вся Соль Ну да Без него смысла бы не было Нормально Вот так физику Размансили Ага Да Получается Вы сейчас Гуляете Вот куколками Родителей По дому Да Да По дому Пока в сарае Мы находимся И они типа Встречают там Разные вещи На своем пути И знаешь Тут Вот Когда Этот Форес Говорил Что он Объединит Историю Геймплей Сделать два в одном Что они будут просто Неотделимы друг от друга Я даже скажу так Он сделал три в одном Он сделал историю Геймплей И окружение Просто вот Одним единым целым Вот Всегда Происходит что-то Что Как-то влияет на героев Они об этом Разговаривают Они Знают Историю Всего Что есть вокруг И это все Связано С их личной историей То есть вот этот пылесос Рассказывают Да Да Вот этот пылесос Который нас сейчас Тут немного Булит Так сказать Он тоже связан С их личной историей Ну ее я могу Рассказать Так Вкратце То есть Однажды Она попросила Его Почистить А Нет Она Говорила Мужу Типа Не пылесось Всякий Ну Бытовой мусор Там Типа Еду Там И крупные вещи А он все равно пылесосил Пылесос сломался И Она как бы Пошла Купила новый пылесос И соответственно Короче Он Не выполнил ее просьбу Так Ну да Звучит очень По Житейски Я бы сказал По бытовому Я так понимаю Игра в целом Вот такая Да Про Реальных людей Реальную жизнь Да Да Оценку Не буду спойлерить вам Интересно Что там Да Любопытно Ремотплей Будет Так и есть Ну да Будет В смысле Когда Выйдет Вы можете Дать доступ Своему другу У которого игры нету И играть в нее вместе Да Но он включится только По релизу игры Я вам не могу сейчас показать Пока Ну то есть Идентично тому Что было Я вообще не представляю Ну типа Вот как Как этот человек Придумал А давайте мы Будем давать игру Только одному игроку И второй Сможет в ней играть Бесплатно Ой Хватит меня убивать У меня скорее вопрос Не такое А как Ей согласилась На то чтобы Такое позволяет Типа Как это так Мы не продадим Две копии Я продадим Всего одну И он сможет Играть со всеми Своими друзьями Вот это звучит так Ну и знаешь Судя по тому Что как бы Ну студия развивается И это заметно По этой игре Вот она По сравнению С A Way Out Ну Заметно Прогрессировала Вот Ну Во-первых По продолжительности Здесь Сколько мы наиграли Часов 12 Короче Часов 12 Нужно играть минимум И это мы Еще не все Мини игры Попробовали То есть Некоторые вещи Мы вообще Скипнули Там Потому что Времени не было Вам кажется Что от меня Эхо идет Нет Не должно Маловероятно Создатель был Тем братом Которому давали Неподключенный Геймпад Может быть Может быть Ну погоди Ты говоришь Что есть Какое-то Развитие Но ведь Как так-то Ведь там же Такое Триплэй Приключение От Третьего лица С Замашками На реализм А здесь Вроде как Такой Платформер Платформер Просто Знаешь В чем прикол Сказочность Вот этой Атмосферы Она ничуть Не отменяет Драматизма Того Что здесь происходит Ну вот Оля вчера Плакала Я могу так сказать Ну как ты Рассказываешь Про Житейскость Оно реально Похоже По твоим рассказам По крайней мере Ну да Тут Именно в истории Дело Короче Я могу сказать так Что Значит Джозеф Фаррес Он немножко Решил поиграть В психолога Который Дает Рекомендации О том Как можно Вылечить Болезненные Отношения Парочки И тебе кажется Что это рабочая схема Знаешь На самом деле Он говорит Очень логичные вещи Нужно всего лишь Превратить родителей В кукол А дальше Все пойдет само Нет Он говорит Очень правильные вещи Ну Я понимаю Что как бы Вот эта волшебная книга Она говорит Устами Создателя игры Ну потому что Он же и озвучил А я не знаю Он озвучил Или его брат Он Да 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 Он И в липсинке сидел Он И озвучивал Был даже Постик То ли в твиттере То ли где Где он в костюмчике был А не в твиттере Это когда он Рансировал игру Было Но есть один нюанс Короче Я бы так сказал Что Можно вылечить Те отношения Которые изначально Были построены На Чем-то очень На какой-то Важной привязанности Друг к другу То есть вот Когда два человека Действительно Любили друг друга С самого начала А потом что-то пошло не так И все Начало разваливаться Так Кто я Ты Кто пойдет Ну давай остановись А вот если Изначально Все как-то Было не так И Там не знаю Типа показалось На самом деле Не знаю Там Понравилась Родинка на щеке А потом Она родинку удалила И ты Короче Расстроился Навсегда Это как бы Это уже не вылечить Ну можно нарисовать Родинку Плохой пример Но Но в большинстве Своем Да Я Я Не могу даже Спорить с тем Что Рассказывает игра То есть вот В этой истории Когда два человека Действительно Ну Как бы Они действительно Любили друг друга И Но не могут Ужиться вместе И Это немножко Наверное Все таки Разные вещи В смысле Не могут Ужиться Ну Тут даже Не в том Что они Не могут Ужиться А в том Что они Просто Забыли Немного Друг о друге То есть Они Мало Мало Времени Уделяют Другу Это Одна Из Рассказка Пока Что Я Слышу Историю Про то Как бытовуха Задавила Романтику Да И Из-за Этого Как бы Точнее И с этим Не нашли Как жить Ребята Только Либотовуха Задавила Романтику Ты вот Говоришь Пример С пылесосом Я его Пока беру Разбор Потому что Других Пока не Слышал Вот Похоже На то Да Типа Сначала Они Любили И делали Все Друг для Друга Вопреки Своим Хачучкам И так Далее А потом В какой-то Момент Таки Задумались Ну а Блин Я-то Всегда Пылесосил Типа Такую Жираку Куски И всякое Такое Какого черта Знаешь Что я бы сказал Еще Вот В этой истории Очень сильно Проглядывается Как они Относятся К своему Ребенку То есть Этот ребенок Он именно Символизирует Отношения И вот То как Они к нему Относятся На протяжении Игры Так же Они Относятся К своим Отношениям То есть Друг к другу Потому что Ну окей Разговоры Это одно Но когда Они там Типа Вместе Решают Там что Что вот надо Сломать Любимую Игрушку Нашей дочери Да там Потому что Нам сейчас Так нужно Типа вот Ради нашей Там какой-то Выгоды Да Это Наглядно Символизирует То как Они Действительно Стали Помешаны Просто на себе А не Друг на друге Так Мы сейчас Наблюдаем Босс Баттл Заре Мы тут Состояли Все это Время Ну Ты пойдешь А он не засосет Нет Думаешь Даже не Одну Одну Ну ладно Дарксоулс Пошел Да Нет Дарксоулса Здесь нет Я вам скажу Тут боссов На самом деле Огромное количество Вот знаете У меня короче На это есть только Вот одно выражение Как я люблю говорить Типа вот Игра Из Из Эпохи Там 90-х 2000-х Когда Авторы Не Не боялись Сделать Ну Не боялись Насыщить Прям Диким Разнообразием Всю игру А что ты Между Не боялись Ну Давай я просто Напомню Один пример Ой Спасибо большое Спасибо Напомню Один пример Как Создает Игры Call of Duty Activision Это вроде Ну Не секретная Информация Они даже Этот процесс Рассказывали Через Там Через Журналистов Что типа Вот смотрите У нас Делается Вот так Погоди Не спеши Ты не спеши Пока я не поднимусь Не засасывай Эти Штуки Они Короче Берут Сажают Вот этих Бета Тестеров За Уровень Игры И Следят За Какими-то Показателями За Интересом За Любопытством За Активностью Игрока И Потом Все моменты Где Человек Типа Ну Немножко Заскучал И ему кажется Что этот коридор Слишком длинный Они Короче Это все Удаляют И делают Так Чтобы Да Чтобы Знаешь Как Экшен Нонстоп Но Когда Экшен Нонстоп Он Превращается Даже Я не так Скажу Я скажу Одним Фразе Логизмом Или Как-то Называется Возможно Смотри Что ты Собираешь Сказать Сейчас Афоризмом Вот Что Постоянные Звуки Тревоги Утомляют Усыпляют Или Как-то Так Было Ну Короче Когда Всегда Экшен Это Уже Не Экшен Сейчас Будет Сейчас Будет Что-то Жесткое Смотрите Да Сейчас Будет Что-то Жесткое Блин В этой Игре Действительно Есть Очень Жесткие Сцены Которые Ты Ты Короче Вот Прям Реально Видно Насколько Насколько Эти Сцены Отлично Характеризуют Участников Знаешь Вот Типа Вот Они Все Пытаются Сделать Ради Себя И Из-за Этого Они Готовы На Все Просто Смотрите Тонатик Говорил Вот Че Почему Глазиолус Немножечко Подлизывается И говорит Со стороны Выглядит Как Дорогой Фанфик На Фиксиков А еще Кажется Оля Играет Лучше Ну Я Немножко Отвлекаюсь Поэтому Я Иногда Засматриваюсь На экран Даура И Начинаю Играть За себя На его Экране Потом Падают Крипово Согласен Товарищ Мэйрон Тоже Подчеркиваю Что Это Не Самая Дальше Будет Еще Хоть Это Не Самая Криповая Что Слушай Вот Что Мне Тогда Скажи Те Оба Два Игра То Детская Потому Что Вот Только Что Что Я Увидел Я Такой Немножко Засомневался Не Не Детская Вообще Не Про Детей Не Для Детей Ну Нет Я Уверен Что Дети Могут В нее Поиграть И Там Посмотрите Ко Ребенка Джон Как Свет Но Во-первых Сюжета Они Не Поймут Дети Потому Что Он Слишком Взрослый Сюжет Может Быть И Норм Типа Они Поиграют В Игру Все Красочно Все Динамично И Весело Нет Слушай Тут Очень Сложно Сказать На самом Деле Я Пытаюсь Сейчас Представить Себя Маленьким Ребенком Который Поиграл В Это Ну Не Наверное Смогут Пройти Осилят Головоломки Осилят Не знаю Какие-то Битвы С боссами Хотя Черт Его Знает Ты Осиливал Битвы С боссами Когда Тебе Было Разумеется Два Да Ну Люди Проходили Игры Раньше Не Так Вот Да Об этом Речь Что Многие Даже Давай Не Игры Произведения Вообще Фильмы Мультики И так далее Они ведь Тоже Ориентируются На Открытую Скажем так Аудиторию На всю Но при этом Дети Увидят В ней Вот Чистый Экшен Да Типа Вот там Два Человечка Прыгают Прикольно Можно с друзьями Играть А Взрослые Увидят Историю Про Вот Брак Да Который Развалился Или разваливается И надо чинить И увидят Совершенно другое То есть по тексту Как в спонжбобе Например Вот люди смотрят Дети смотрят Им весело Взрослые смотрят Они кекают С того Как дети Не замечают Очевидных Туалетных Или Половозрелых Шутейчик Ага Вот так скажем Ну или как Шрек Не как Шрек Шрек Отличный пример Не в ту сторону Маханул Действительно Мы ж тут Сдауром Соседаем Ой киса Еще можно Ломать Баночки Не надо Но я в charge Тебя похвалили Не случайно А ты меня не хочешь пропустить А ты не прошла? Нет Проходи Два года был запалить Не знаю я проходили Лишь бы пройти Вот Да Я об том же и говорю Какая твоя была Самая сложная игра Для прохождения В детстве Дай подумаю Я сейчас наверное Не вспомню все Что было там Но Какой нибудь Какой нибудь Нинджа Райкенден Был мне тяжел Причем это по моему Нинджа Гайден Возможно Какой-то из частей Который просто не был переведен И поэтому У нас вовсе называли так Как он в оригинале звался Просто у нас было И ты вот до конца прошел Вот к слову нет Поэтому я говорю Что слишком сложно было Или ты имеешь в виду Самое сложное Которое я осилил Осилил Да Надо думать опять-таки Нужны какие-то Референсы Баттл тот я не прошел В детстве Вот накидывается Да Давайте вот в таком формате В чате я буду вылавливать И буду понимать Че как Соник, Соник проходил Ой, давайте я покажу вам Как бегает главный герой Он бегает как в аниме По-моему, в аниме так бегает Не, в аниме Руки назад делает Ну так у него тоже руки назад Но только по другой причине Стос-то надо Высоко очень Наруто Да, Аделсин Грейвис Именно Гостон Гоблинс Да нет, конечно Стоя Наркоман Марио Марио проходил Но, кстати, вот это Очень тяжело было А какой прошел, кстати? Первую Первую Третью, к слову Тоже помню Что играли много Но я Не имею воспоминаний О том, как ты прошел Слушай, ну я тебе скажу Марио, если вспоминать Вот первая И вторая Они почти ничем Друг от друга не отличаются Здрасте, пожалуйста Вторая очень сильно отличается Она же была вообще Другой игрой изначально Не-не-не-не-не Это ты про Это ты про Lost Levels говоришь Ты про ту, которая не вторая На самом деле Да, про Lost Levels Она же стала второй Но Изначально Там сложно, короче Окей, я про Lost Levels Перелицензировали Да В нее я даже не играл Вот Lost Levels Которая Как бы В Японии Была вторая На самом деле Она Вообще ничем не отличается Там только появились По-моему Ядовитые грибы И все Которые Которые могут тебя отравить А третья часть Она настолько Напичкана Разными механиками Да Согласен с тобой Столько Так сильно изменился Левел дизайн И графон И все И графон подрос Да И механик стало гораздо больше Появились костюмчики Например Разные Которые давали Разные обилки Которые больше всего На самом деле Меняли Происходящее Да Иска Марио Тезеррица Лол Пойдем? Ну-ну Или дальше пойдем Сразу же после Завершения Иски и финалки Ждите Или нет Не Иска Марио Не Это Скажите пожалуйста Как работает вторая Копия игры Она как и wayout Качается Или просто Remote Play Качается Как и wayout Марио 64 У меня Не было Увы iNinja и Шрек 2 Тоже Уже были Слишком позже Хотя вот У Даура Вроде как Одна из земли Я даже баллы Не получаю Потому что Я очень долго Погодя Вы друг В друга Играете Типа Один Вылазит Да Да Это Пример Испытаний Которые Здесь Да Тут Есть Вот Такие Разные Мини Игры А как Получить очко Тому Кто Вылазит Нужно 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 Где-то На пол Секунды Задержаться Типа 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 Коробочка Коробочка Твой Специальный Не знаю Как называется Игра А в больнице Да Да В больнице Опять же В больнице Когда они там Эти инвалиды Дерутся На колясках Пересидит Там Да 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 Это Круто Беда Что произошло Сегодня спит В коридоре Давай Страшный Вырубай Не будет Ну Вы Нашли Куда Спросить Конечно Даур Будет Страшно Вырубай Делаешь Ну Мне Не страшно Пока Туда Оставь Пока Но Уже Вот этот Кулесос С глазами Конечно Поддал Нинджагайден Ну вот Да Были Нинджагайден И была Еще другая Нинджагайден Которая Нинджарайкенден У нас Возможно Это какая-то Другая По-моему Это Просто Японская Версия Так Называлась Типа Американская Другой Нет Не знаю Может Вторая Не буду Утверждать Это было Слишком Давно Но Я помню Что у нас Было Две игры Типа Вот Была Нинджагайден Была Нинджарайкенден Очень похожая По какой-то причине Да Но Но Чем-то Отличающиеся Я Позже Вроде Как Про нее Чуть-чуть Где-то Слышал Что По-моему Это И есть Нинджагайден Просто Какая-то Другая Часть Может Японская Может Черт Сейчас Знатаки Подскажут Точнее Инвалиды Дерутся На колясках Классно Да Она только сказала Ну вот А здесь Это Я так понимаю Тоже Необязательные Моменты Да То есть Вот То Что В этом Играли Вакамол Это Было Не критично Для Прохождения Часть Требуется Киноман Ну да Кто-нибудь Из их Плеяды Подсказал Б сейчас Наверняка Насчет Три часа Один Чувак Сказал Все По 2-3 Часа Вы Стали По Полчаса Максимум 40 Что Это О чем Речь Не знаю Что за Полчаса 40 минут 3 часа Надо было 2 часа Не 40 минут Кто-то Сказал Это Не знаю Надо Три часа Вы умеете Это Вивард Пишет Вивард Точнее Наверное Вивард Пожди Поясни За 3 часа А Подсказывает Этот чувак Бухой Ну ладно Тогда Он Опять же Вырвал из Контекста Может быть Там Перед Этим Было Что-то Важное Уподробняю Шак Шла Час Спроса Нет Спьяных Двойной Спрос Конечно Вот Глеба Нет Он бы Рассказал Что-то Прыгает Ну Может быть Может быть Так что За 3 часа Мегамена Я проходил Какую То Которая Была У нас Меня Убивает Так Ты Пока Наверху Это Все Делай Или Погоди Сейчас Я Повышен Наверное Вобью Его Он Довольно Жесткий Но Конечно Не Такой Жесткий Как Гост Гоблин Вот Кстати Киноман Влад Правда Киноман Но Близко Уважаемые Дрей Дрей Андрей Оф Здравствуйте 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 Все с кем еще не поздоровались Лично Тоже Там просто человек прям выделил сообщение Бальсон и потратил Драгоценные наши Однажды что-то появится И тогда Ух Кто копил Ух Крутой хайр Уверен что здесь есть какая-то доля иронии Так Мне куда Сюда Игра проходится Ну Мы прошли часов за 12 Но мы Мы не все Мини игры Используем Ну Эти Играли О Спасибо Вот три гвоздика Там Я спе нет Нет Ну а слушай Вот это разнообразие По которым ты говоришь Что Вот Выросла Выросла Так может быть Она Не выросла Деградировала Например Типа это не наскучивает То что так много всего Вот ты говорил Не 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 наскучивает Сирену которая Делает тебя спокойным Тут Тут понимаешь Тут Это не просто Вот там Стреляешь 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 Тут Постоянно меняются Жанры Именно механики Того Как ты должен действовать Они выходят из-за этого Вот как Как всегда бывает В таких случаях Типа Столько всего Навертели Что ни хрена Нормально не получилось Не тот случай Ну очевидно По твоей интонации Нет Не тот Я уже понял Нет Не тот Прикольно Мне нравится Что я сейчас наблюдаю Она выглядит весело Это очень напоминает Ты куда Это очень напоминает Портал второй Вот тот самый Коопный Кережа Есть такое Ну такая Очень несинхронизированная Работа Прикольно Но это только здесь Поначалу Есть такие Отголоски Портала Дальше уже Уже все совсем Не так А как Все гораздо Неинтересно То есть не получится Это использовать Как терапию Для Семей Молодых Немолодых Да что ты делаешь Да Уф Я не упала Я не упала Я не упала Я справиться Отплечем Еще раз Так прости Спасибо Спасибо Бум Я все увидел Привет Оля Как дела У Даура Спрашивает Александра Фром Раз уж Даур Сконцентрирован Привет У него Все хорошо Понял Даур У тебя Все Я вспомнил Я понял Так Я просто Подшучу Все Прошли Ух Ян такой милый В очках Вот что я заметил Спасибо Даркшелс По расписанию Тридцатого Да Не переедет Дальше Будем Тридцатого Добивать Прям До конца Вот И будет Много Будет Много Приятных Сюрпризов Какая у меня Мышка Иска Выедет Например Что Принесет Иску Нужно Из кулакова Сделать куклу И отправить В гараж Вы теперь Все проблемы Так решаются То есть Игра Подвигает К вудуизму Делаем Куклу Заставляем Проходить Испытание Помню Блин В детстве У нас Короче Один Из Товарищей Постоянно Придумывал Игры С игрушками Всякими Типа Придумывал Там Ролевую Систему Какую-нибудь Для них Типа Есть Какие-то Статки Количество Жизни Которое Надо Увеличивать Там Силу И так Далее Придумывал Какие-то Механики Игровые Например Там Бои Происходили Через Щелбаны На Табуретке Типа Кто Кого Выпил Или Мастер Игрока Или Игрок Условную Непись Но За Которое Играет Ведущий И Всякое Такое В детстве Был у нас Такой Паренек Который Постоянно Выдумывал Такое И было Прикольно Где он Сейчас А сейчас К слову Он Очень много Вводит Днд То есть Вот Этот навык Он Пригодился В итоге И Применяется До сих пор Сердце Сердечко Можно Воскреснуть Что Просто Так Да Мышка У меня Когар 450 М Да Тут Ну Как я уже Сказал Герой Бессмертный Поэтому А Обязательно Вот это Мини Игра Или Ты Просто Можешь Вернуться Просто Вернуться Чекпоинт Ты Не попал Где Сердечко Мишу Кутая Ну Да Ты будешь Просто Лежать Там Без сознания До тех Пор Пока Не прожмешь Ну Понимаешь Тут Частенько Нужна Твоя Помощь Твоему Напарнику Если Ты Не будешь Быстрее Как можно Быстрее Восстанавливаться То Ты Как бы Не Поможешь Особенно В битве С боссами Если А Если Вдвоем Умрете То Тогда Уже Заново Начинать Да А Вон он На чем Ну Не всю Игру Конечно Ты жену Покормил А ты Справа Заботливый Ну Я то Поел А ты Жену Покормил Он Такую Шавушку Мне Сделал Сейчас Вы Боретесь С коробами С ящиком Для Инструментов Да Вот еще Один Босс Короче Тут Такие Мини Боссы Есть И еще Есть Последние Коробку Соответственно Муж Постоянно Скидывал Все Барахло Да Оно Где-то Валялось Там Пылилось Раздражало Всех Да Да Нет Не знаю Давай Скорее Ну вот Про Пылесос Ты рассказал Историю Про Коробку Тоже Слушай А что тут было С коробкой По-моему А я не знаю Я второй раз Прослушала Но что-то там Было Что-то связано Но я Я уже не помню Ого Оружие Достал Ничего себе Так если вы В Москве Тогда Шаурма Не шаурма А шаурма Тогда шаурма А не шаурма Для нас Это шаурма Не шавуха А шавушка Да Ой Какая-то Эстетствующая Разница Блин Не видно Ничего Ананастер Пришел Здоровки Привет Ананас Здорово Ну Да не становись Ты между мной Начинаются бытовые проблемы Блин А я кстати Напрыгнула Вот оставил Ох-ох-ох Ладно На пароле Все расход Знаешь Нам пора работать Завтра они станут куклами На самом деле На самом деле Вот В этой игре Очень много моментов Где вот Ну Где я понимаю Что Ну вот Что Можно поссориться Виноват был не я Да Да Я такой думаю Блин Вот Представь Что Семейная пара Все у них вроде хорошо Они Играют в эту игру И Развелись Насколько Терапия Не сработала Терапия Моя Сну Да Е-мое Слушай Не становись между мной И Я Надеюсь Что Какой-то есть Пай-офф У этого всего Какая-то мораль В конце Которая Вот Все эти Склоки Мелкие Которые могут Возникать Во время игры Она их Как-то Компенсирует Но Скажем так Не секрет Что Основная Мысль Игры Это то Что Когда вы Вместе Проходите Жизнь Вы вместе Проходите Кучу Испытаний Это Укрепляет Ваши отношения Потому что Вы Это делаете Вместе У вас Такое Есть Да блин Общая история Да Приключение Да Да что Такое Ну вот Об этом и Речь Слушай Ты такой вопрос Правильно Вообще Сейчас Задал Я тоже Задумался И чат Наверное Тоже А что А не Сломает Ли Это Все Да Типа Вот Это Терапия Проверка На Крепость Может быть Имеет Смысл Тогда Не играть Тем У кого Все Классно Ну Скажем Так Спасибо большое За подписку Скажем Так Коронавирус Когда Всех Загнал По домам Он тоже Стал Неким Испытанием И количество Разводов Внезапно Увеличилось Вот Так что Тут Тут Как бы Понимаешь Если вы Несчастливы Вместе И вы Вместе Только потому Что привыкли Друг к другу И не хотите Сейчас париться Над тем Чтобы что-то В жизни Менять Кардинально То Ну Лучше Быть Не вместе Как Говорил Амар Хайям Чтоб Жизнь Чтоб Жизнь Счастлива Жить Знать Надо Немало Два важных Правила Запомни Для начала Уж Лучше Быть Голодным Чем Что Попало Есть И Лучше Быть Одним Чем Вместе С Кем Попало Золотые Слова Особенно Про Есть Особенно Что Там Про Есть Я Есть Хочу Хитом Да Там Еще Пироженка Есть Пироженка Хочу Тоже Она Там А Мы Тут Да Я понял Да Не Ударишь Не Надо Чтобы Ударить Даур Спрашивают Дреев Ты же Проходил Все Хейла Никак Не Могу Побороть Мастер Чиф Эдишн Прошел Приквел А в Самой Первой Части Жуткая Скука Стоит Вот Вот Так Скажу Но Если Ты Поиграл Я Помню Дай Договори Или Ты Имеешь Ввиду Halo Reach Это Жуткая Скука Какая Для Тебя Самая Первая Просто Если Ты В Семь Играла Это Halo Я Так Полагаю Но В Семь Вышла Halo Reach Сначала Ведь Она Ж Приквел Надо Выпустить Сначала Блин Какая же Потная Игра Так Вот Насколько Я Помню Если Уж Вопрос Стоит Именно Таким Боком То Halo Она Вот Типа Вся Вот Такая Там Будут Появлять Мелкие Дополняшки Но В целом Она Вот Вся Протоколь Геймплей Если В нем Тебе Скучно В Первой Части То Дальше Будет Так же Ну В целом Да Да Правда Ты куда? Упал Рич Круто Комбат Эвол Скука Вот Он Говорит Он же Говорит Кто Играет Я Запутался Играет Даур Авитсба Вместе С Олей Авитсба Угадайте Угадайте А я Так Да Ну Хватит Пожалуйста Хватит Пожалуйста У меня нет смысла жить без тебя Ну как А вот сейчас Кто ударит Давай Скорее Скорее Ну И опять Вы сейчас Это все Нужно пережить А вот ты на меня не сваливает Ты сам умер Ты зачем Блин Конфронтация В прямом эфире Блин Сначала Сначала Не совсем сначала Куклы Абис Будут Доделывать Историю Серии Финал Все Как Давай Сосредоточься Не получается Сейчас Эхо Яна Пробила Когда он Объявлял Играющих Ну Так Анош Не у Меня Пробило Да Ой Все развод Ну вот К концу Стрима Не разведутся За форшено Это ты Во всем Виновата Нет ты Всегда Объединяет Общий враг Я слышал Об этом Можете Использовать Я ж не зря Здесь пришел Нет ян Это ты Виноват Так Булевьяна Традиционно Я так Раскаиваюсь Ян Ты холодильник Притащил Чтобы за едой Ходить Ну да Именно так Не наоборот Так Было Проще Ты кинул Так Путем Меньшего Сопротивления Пошел Блин и правда Пусть даур Солью Сыновить Я Навец Звучит Круто Слышь Тебе Нравится Ой Я говорил Тебе Что Мне приснилось Что Ты Беременна Да Ты Сегодня Мне Сказал Окончание Окончание Даур Так Че Я родила Или нет Кто Был Не знаю Хотик Никто Просто Ты мне Сказала Типа Я беременна Ты Ты Проснулся Я Беременна Я Беременна Уже Два Месяца Фигаси Я Долго Не Говори Не Ты Как Буто Сама Вот Только Узнала я вот однажды тебе котенка так давай пожалуйста не задержимся здесь на весь стрим с одной стороны мило с другой стороны крипово рождение котенка отдаю там да и там наверное типа не бывает же один котенок и все такие как крысятки мелкие но это на самом деле бы зато нет не релевантно я бы сказал что это оправдывает игру даура в мафии во всех вариациях но но котятки же котят они крысят котятки это мило до козятки не болеет а что своей кошечкой случилось до стерилизации наконец-то вроде как но вот с другой стороны столько нервотрепки просто пипец я прям перестрадал у тебя же девочка до стерилизовать девочка вообще ужас но я и слышал что кастрация типа она проходит и им легче там типа проще операция но и а кастрации тогда как отрезал отрезал пробку грех говорят уже тоже мне не кота не стала кастрировать на самом деле ей-то уже четыре года и типа я вот все стремался и боялся потому что вот я я знал что будет вот это вот все типа и чем больше я этого боялся тем сейчас страшнее еще становится 2 права на от всего того что происходит он типа она не может никуда залезть она кричит она боится и больно это все давай выбор головы сделаем другое давай вот к нибудь сегодня еще аппетит пропал и надо было ей в колоть а бейсболы а я короче с циклоне справился и вот сегодня весь день в смысле не справился ты не справился с чем уколоть ее иголкой огромный блин куда в холку сказано в холку колоть но вот пытался пытался холка от слова холл или затылок а там где такой себе затылок огромную иглу так как проткнул череп просто вот видишь ты сам это произносишь и ты не становится лучше блин вот это вот перебороть вот этот страх перед уколом вот да и ты понимаешь что как бы надо ей будет от этого лучше но она же блин вот тоже ведет себя так что не кажется что это лучше типа она уйдали он деле она рачит ну конечно им таблетку даешь они как будто их убивают когти стрижешь это все это целая проблема да да ор рык этот постоянно а нам еще капризная такая типа ее разбаловал где-то на и позволяет тебе вчера потому что вот был врач когда принесли к врачу кошку перед стерилизацией надо было наркоз да я дал под и все принес принесли там еще настя было за меня благо потому что очень много вот этих вот мелочей она тоже проще сделала но вот он берет просто такой в два движения буквально такой вот надо будет подержать и пока он это проговаривает он понимает что никто не берется и и держать да и просто такой хоп хоп все это реально вот было так два движения он одним движением руки берет ее держит и вторым движением хоп ввел но они да они же знают как я мы также тоже с мамой принесли кота к ветеринару и ну насмотра на обычный он посмотрел на моему и мы ему говорим а посредить ему пожалуйста еще когти заодно и он просто на весу все это сделал хотя мы с мамой там блин часами пытаемся он так подбросил кошку пока она летела короче просто вот томас тоже предатель конечно так кота за весь новая механика спрашивает в чате но вот мы да да к слову но мы сейчас поливает маслицем вторую да это мы сейчас перешли на другую главу тут да вот такая коопная механика именно что один поливает смолой это смола мы находимся внутри дерева которая в саду вот и а у нее спички спичка но не эта механика меняется каждые 7 минут если что механика меняется вообще в целом то есть геймплей на так ой наверно это прямо что речь о том как вот и в этом одними и теми же гвоздями с молотком делали то одно то другое то там на двое вбивать чтобы платформы появляли что надо было по ним поскакать то еще что то такое вот в этом сейчас ну ты не посмотри мои стреляете стреляю в мишень да да на прохождение не думаю думаю мы сегодня поиграем вот опять же не означало играем играем два-три часа счастья того как засидимся не даваешь ты что делаешь обжор этой игры а именно так а я не понял на это демка нет это полная версия полная ревью версия она сейчас не не она поднимается вверх а как и опусти молчание знак согласия так есть я делаю да конечно обзоры раз я стримлю то меня спрашивали про дымку этаж не дымка это полная версия это полная версия да ну я же уже прошел мы прошли соответственно уколов так счет я не чет мы чего-то упустили ну-ка стреляетом мишени попробуем то сидит болтает с вами открывает чатик зачитывает что-то про что даура а точно играть вдвоем только можно да такой а точно 12 часов идет а но мы конечно это вы так физику нагнули не понял сейчас в чем именно а была смола который все я понял да она держала мост зажигай а потом вы просто убрали да а теперь допустим опусти а точно не знаю как вам но со стороны это выглядит реально очень мило когда какая-то вот идет семейная кооперация да типа а сделаю вот это ну да да и на этот вот когда очевидно жаком и другом не не дать мне мы еще и в капхэт играли вместе и это было офигенно когда знаешь когда мы так вдвоем кого-то побеждаем очередного босса мы кстати здесь местами похоже на капхэт когда вот босс и до сложность вот это не тут полегче награде по ее фу за старание потом плане что здесь тоже так же много боссов очень ну то есть они тут практически на каждом шагу не 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 так тут на конце каждой ну типа в каждой главе там по по два три босса тут не так много в капхэт их там по ну и по 5 бывает на каждой штуке пытаюсь расшифровать даур яковлевич рожевский корни оттуда царские а ольги и кто с нейтс такой как фамилия кажется прозевал этот момент когда представлялись и второй момент когда все представлялись еще раз так вообще влад киноман замечает игра выглядит интереснее его и ялт в несколько раз прям до эти вот так и разы были высчитаны сейчас потому что я его ялт прям проторчался и возлюбил мне очень понравилось и опять же вот благодаря этой коопные штуки понравилось и как со стороны вот из чата выглядит вот глядя на геймплей говорите что уже сейчас выглядит гораздо лучше они же и жанров то разных я вот поэтому самого начала этот тезис и проверяю скажем так на правдивость о разнообразии и о том как о том как замашки в трипл эй могут быть сравнимы все-таки с платформерами rtx завезли спрашивает маэстро rtx мы мне не завезли все можно исправить есть кнопка под стримом завести rtx дауру не в игре его все равно нет нет может нажать мини-гали и форхи тут я где где еще я если бы есть еще какой-то я на это не настоящий настоящий здесь говно игра говорит вивиарт но в целом прекрасно и замечательно аргументированное мнение спасибо за то что поделиться пропустили создается впечатление что и бюджет у игры это и больше чем увы я наверняка да да определенно тут можно помучить своего напарника короче до запрыгиваешь в колбу и выбираешь мучение которое будет превратить в желудь нормально зачем потом еще под этот самый так ну ладно я уже понял ответ на играть детям надо обязательно очень и в мясорубку детская игра но даур утверждает что это вообще не детская игра а я соответственно проверять хотел бы метод другой дескать ребенку по подсунуть какому-то испытуемому от которого не жалко дать поиграть и узнать реально поймет ли он что тут вообще происходит или это будет веселая красочная вот предпутешествие приключения испытание может быть даже если вы говорите про сложность уже но brothers и tale of two sons детская игра нет а вы я вот нет но вот и это не детская в целом вы я вообще про криминалитет ну да конечно карикарик карикатурный но тем не менее такой боевиковый кент и запрыгивает тоже нет тебе тоже сюда ракар ушел озвучку не завезут ой вряд ли я тоже не верил учитывая что уже есть сабы сожки там снова видимо этого уже достаточно смысле его я вот не детская но в смысле не детская делаешь ребенка выращиваешь его даешь играть всего в тысяч на игру или нет пропит окей фокс давай предложил давай мути и отчитаешься потом нам тут так прошло обожаю детский криминалитет классик вот короче осы которые поселились на дереве нужно саби туда нужно эту матку этих ос в общем победить и она такая очень жесткая вот прям кстати . да да вот там там прям столько этих паттернов у нее нужно пройти чтобы победить так да уж на неинтересно давай придумай какую-нибудь разве развлеку вкус танцует не знаю что нибудь вчера где душно ну здесь на стриме надо откройте поменять вектор не хочет танцевать ну ладно я пытался лучше ты на и на гитаре сыграть ах так воспользоваться знанием каким-то да тайным давай ян короче выучил этот мелодию из инфакта вы все очень любите эту музыку я выучил только всегда в комментариях просите просите не менять эту музыку оставить ее вечно играть и просите менять идей 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 вот это давай 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 что давай давай у меня кошка я сейчас не буду ничего про это на ручках и держишь пусть кошка играет тогда чё ну просто так потом давайте попозже дней 10 на то чтобы заучила мелодия она сыграет вот тут есть перетягивание канат ну что господи что биви вард начался или или я все понял правильно я как статья в итоге музыка для инфакта ты или макс даур для заставки я для самого инфакта макс смотрите на даур он короче как пришел просто пальчики-то натренировать вот что ты тут делаешь пока я на работе пальчики свои тренируешь пускай это само закончится я годы тренировок прошли не беда я просто всегда думал что тренировка пальчиков и такая оперативная джойстик антиребит тимченко роман здорово о здорово привет рома между прочим в чате сейчас герой который скрипал программку для у кода и осты да где техника одухотворенных пальчиков ну джицу ох вот эти вот рельсы это тоже вот 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 вам сразу смотрите другая механика вот эта механика она будет на протяжении всей нет вот так чтобы надо было препятствий уворачиваться не кого нет но рельси такой в крэше было да это индиана джонс ли это крэш это вообще по-моему из рэчета и клэнка пришло куда искусе я такой там видел прикол механики прикол я думал даур страшная просто голос его хорошие а он секси я шупал она тут еще не установлена пока что вроде бы он собственно и продолжаем все ревность да ревность это деструктивное чувство как-то там было отпустить ты должен то что больше всего потерять боишься и потерять и потеряй да йода фигни не посоветует конец дружбы как хиверейн дожди ой опять эти русы да судой пишет я думал даур стах я думал даур страшно теперь придется тренировать пальцы мне кажется теперь я не знаю как это связано но мне кажется теперь любое предложение может начаться с этой фразы настолько же нерелевантно все это я думал даур страшный а теперь придется за коммуналку платить особенно подходит вот еще кстати музыка переделаны как будто полет шмеля а почему как будто он и игра еще не уверена что это он он поверь мне чат рассуди и не просто так тут падает шмеля а то я не слышу ничего зарветом просто верь нам это и есть полет шмеля говорит это такое исполнение ногами вот такое ты видела как сейчас дружить ставим донат гол и даур исполняет от начала до конца но я думаю что если кто-то в редакции на этой способен я попала или нет тренировки языка не звучит я думаю так стоп штурмовик пишет я думал даур страшный а теперь фистинг из 300 бакс соли чем больше смолы налью тем больше ему роман тимченко просит даура покажать показать шмеля толстого и пушистого шмеля давай стреляет еще возбьешься зря зря он не задом мне надо сзади так он был задом мишку пришлет говорит маэстро пришлешь личку именно маэстро бамбу неужели ты не слышал никогда и рома и маэстро тоже даур лей больше но только не на лицо диалог о высоком сместился я думал даур страшный а даур лей больше соединился пишет я блин весит не смеялся какой шмель почему-то не смеялся и было воздержание потому что мужчина наверное ушел в монастырь чтобы не смеяться обет не смеяние на деград отряд для самых маленьких вот тебе хороший название транс а сколько времени я скажи пожалуйста 9 13 давай другую голову давай там где снег или или вот уже тоже много было вы где замок давай где динозавры прикольного умеете те времена когда наступки ими готовились типа есть вот не готовили несколько сейвов чтобы на трансляции так хоп показали кусочек здесь о показали другой кусочек там другие механики все такое даур возвращает тут мы короче в игрушечном мире уже в комнате нашей дочери и у нее такая комната с такими игрушками я блин даже не знаю как эта девочка ну типа я бы на месте сказал да блин валите из дома делаете хотите оставьте меня свой с этими игрушкой думаешь что это типа метафора дескать это она тебе ждем виден этот мир своих игрушек а на самом деле у меня там пол трактора к полу прикрученной остальное это камни просто воображает себе что там динозавры что за бомж справа ну грибович я думал да уж страшный а он врубай так отпускать а нет даур молодец проходите тебя поставить не дай свечу это комната глеба говорят это все из-за динозавров точно сейчас что реально кого больше блин здесь то не было игрушки динозаврами нет возьми ту 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 спать и чат не разочаровывается ванчу пошли не лоличенко ты вот уже перегнула это схватить мира не ирония не сарказм это просто какой-то вовсе язвительный панч давай я думал да уж страшно ян бомж нормально перевернул его мнение наверх мне что то что это кнопка делает тоже самое тоже переворачивает только гриб играл в настоящих динозавров в детстве отстой они игрушечных погонщик помните был мультик погонщики динозавров бери то последний так вот это судя по чату про глеба было помню они там эти динозавры были с пушками еще эхо отряд был которые халючки у нас назывался уже классно ладно туда и туда кто что смотрел я еще смотрел этот война гоботов смотрел гоботов что почему это ну так назывался я не знаю как он ну типа я помню что он назывался война гоботов не выговаривал война роботов роботов сначала внизу а я дадит а не коботов может хоботов динди нет гоботов там типа был сектор скутер turbo первые по моему и и и начал мк закончил за еще кто-то за жевачку не помните таких ну там роботы превращались в машины но это эти трансформеры ну нет блин я знаю что такое трансформеры это были не трансформеры полисую да урок левый сериал алекс heavy dead да вот видишь 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 значит я была такая именно гобота ванкип подтверждает да да гоботаять и нет так что я не сошел с ума я не сумасшедший челлендж а вот и гаубот а гаубот типа гаубот и а а ничего себе не гаубот гнёт свою линию человек никогда не будет прежним что вы я знаю счет древних шизов гобот да это один нет один не там с нуля начинается ноль голод планета монстров какие-то планеты стихий но вот сейчас жестко быть это от слез счастье покажи свои слезы счастья давай заплачь так актеров заставляли плакать на съемочных площадках они брали вот эту вот штуку которым линз линзы чистят такая типа как клизма и вот таким в глаза доли и из-за этого они слезились и типа тоже очень вредно смысле вредно и за это платили как бы опасная трудно работам пожили секундочку там горит камера уехала у я на куда-то они все нормально было такое музыка из титаник и тут музыка из титаник везде кругом рядом как он после ветеринара спасибо за вопрос да вот он буквально здесь показываю я вот вот тут короче что спрашивает мастер спросил находили ли мы здесь пасхалки отсылки какие-то да тут даже ни одна отсылка есть несколько мультиком pixar не знаю не к его предыдущим играми была отсылка к этому его я вот даже несколько по моему но окей возможно что-то ну вперед езжай и вот это самый сложный да даже на двоих очень сложно управлять корабль смысле я на есть тут есть короче фигурки этого главных героев его я вот еще в какой-то момент они говорят там что-то it's only a way out вперед 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 не становлюсь ты смотри на мишени мишени когда на нас то нам нужно не смотри ты а вот к братьям здесь была ссылка чуть не могу вспомнить да когда летали на чем-то а да 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 такая же механика как из братьев когда на параплане летели до офигенно я на камере не видно черного кота что там почесал в темноте непонятно я не видела котика может мне показать хоть на могу на сперва ближе ближе с переснял мы не видим твою камеру пока что подворачивайся милый кот спасибо на блин и болезн и я напустил камеру на киску на киску вы поняли да потому что киска это еще и ежай ежай вперед 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 еду еду нажимай вперед не нажимаю да не отпускай все либо гриба биба гриба все коты уже не покажу ой 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 что ты там слендер пришел до до слендер пришел пошли какие-то помехи киска между пингвинов давай давай застрелим пингвинов да разворачивайся давай нет ну давай ну ё-моё как развернуться тут и специально делаешь что ли нет ну все уже уехали ну блин зачем пропустил мне не так просто на самом деле да в уже некуда нас течением уносит все зовут конфронтация я наберусь что-то сзади но если я обернусь придется показать и вам но вы не хотите причина расставания не захотела вместе стрелять по пингвинам отсылка к том брайдер underworld короче если эту игру проходишь с кем-то потом в какой-то момент бросаешь и дальше уже не проходишь то игра запоминает где ты бросил понимает почему и такой причина расставания и короче этот момент скриншот как ачивмент запоминает playstation давай застрелим пингвинов это такая милая игра да все верно как там кстати говоря с ребенком идет дело мы ждем потому что типа разворачивается рекомендовать детям например случится разворачивайся ты крути вот какую-то одну сторону вернись игра уже вышла почти еще нет но но так сильный давай не разворачивайся давай новин на него он так вот почему изюм говорит юбани руд говорит так вот почему изюм есть отсылка к ларке купили даура конечно на ездил райдер то вопроса к final fantasy отсылки есть уже тут есть много всяких отсылок я даже не знаю некоторые к чему отсылочки убийцы смотрите они как и уточки на playstation тормозят все это hitman уточки там же уточка была же в хитме нет то ли как пасхалка то ли там еще может быть но с таким успехом может сказать что это уточки не знаю чего угодно контролу там scp cp cp ну уходи 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 давай туда но 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 чего ты крути вперед уточки урти филис на китмане у . бомба есть уходим-уходим-уходим назад 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 на вот так давай этого осьминога вас как называется гигантский осьминог верт пишет катерина выходи за за меня замуж да да ну солнышко в другую сторону это ты виви варту подсказывать воевать другую сторону тебя пошел ко дну раковину видимо ян помнишь ты рассказывал про историю с зонтом завтра походу годовщина так ну-ка чё за история зонтом когда-нибудь когда-нибудь когда мы станем поближе когда не будет рядом улик так не обязательно эту историю показывать на мне что там было с этим зонтом достаточно просто словами слов как ты сказал что но 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 не крути но нам же добить надо к щупальцу у меня после истории стоп гейма и сообщил какой-то маленький пунктик по поводу того что вы не не сильно растягивать речи то про товарища грибовича а что значит грибович на белорусском это что-нибудь означает на белорусском грибович самое что маркович петрович сидорович плюс-минус это означает фамилию но наверняка есть какие-то в америке ты был бы я не на шуме маршрум маршрум хэд нормально звучит как название металл-группы не ты был этим как в марио тоуд ян тоуд Ну, конечно, не такую себе судьбу я предлагал, когда был маленьким, но жизнь такая, что, да, мне кажется, что это главным героем должны быть. Блин, а представь, если Ян Грибович сделает историю серии Марио и Грибного Королевства. Концептуально, да, согласен. Это просто будет совершенство. Я думал, от того, что да, точно. Давай с тобой однажды этот... Короче, когда мы с Джуби закончим марафон по Индиане Джонсу, давай с тобой сделаем марафон по Марио. Давай. Это же будет еще через тысячу лет, да? Можно обещать. Да нет, в смысле, мы активно идем там. Сколько у вас там фильмов осталось? Один. А игр? В смысле один? А игр? Ну, игр, наверное, там, ну, короче, стримов шесть нам осталось. Спрашивают, а фильм смотреть будете, кстати? Расскажи, как у вас там все происходит. Какой фильм? Индиану. А, Марио? Ну, ладно, Марио. Так Индиану мы смотрели уже три фильма. Так расскажи, расскажи, как это происходит, где вы там что смотрите, куда смотреть, чтобы вместе с вами. А, в этом плане. Но мы на Твиче. В смысле? Это же, ну, очевидно. Не прозорливо вышло. Я буду делать иску по Марио. Иска. Иска это одна из частей Гилд Сигир. А, Милденчок что? Ян Бульдион? А, потому что... Вы поняли, поняли. Потому что гриб Ович. А, мастер. Да? У меня есть знакомый Аванес. Его вот называют Ович. У вас короток. Аванес? Ну, наверное, Ованес. Не знаю. О. Ну да, логично, если Ович. О, Ванес. У меня просто есть друг Ванес, да. Я вот тоже. Ладно, серьезно? Да, да. И вовсе называют Ванес. Вот так скучно мы живем тут. Ананас есть еще, да. У меня есть, да. У меня есть друг Ананас. И вовсе называют Ананес. Еще есть Ванес. Да, его все зовут Флера. Давай запрыгивай. Все, прицеливайся. Чуть выше. Лэнс. Выши-выши-выши. Вот так, да. Уанес. Еще выше. А зонты того же цвета, который был у Яна в тот день. Чуть ниже. Я прозевал начал, наверное, Аликсон. Ну, возможно, ты все правильно понял. Возможно. Вот вам уже новая механика, понимаете? Не, не жмельясь с людьми и смешивайся. Еще, еще, еще. Чуть-чуть повыше надо. Погоди. Повыше, я же говорил. Человек сам с собой стреляет из пушки, да? А ты просто не стреляешь? Не, я стреляю. Я стреляю, а он заряжается. Sea of Thieves, говорят. Вот тебе новая механика, да? Опа. В игре Ян только что были зонты. Я все прозевал. Не, ну Sea of Thieves, окей. Ну, типа, она была в Sea of Thieves. Но, короче, в этой игре есть одна механика, вот, типа, как способности двух героев, которую я ни в одной игре еще не видел. Ну, по крайней мере, я точно не могу вспомнить, чтобы она где-то была. Беспойлер, я так понимаю. Наша любимая. Ну, вот я не хочу спойлерить эту механику. О, господи, что творить? Смотрите на них. Ааа. Это самое сложное здесь. Мы столько раз падали. Запускайте музыку из Чарли Сиркас. Тагадан-тагадан-тагадан-тагадан-тагадан-тагадан-тагадан-тагадан-тагадан-тагадан. Вот это вот, не играли? О, с первого раза! Да. Уф. Отлично. Да мы вообще МЛГ про экстра террестриал. Ты тут будешь, окей. Даур не хочет говорить так, как найдется знаток в чате. Что я не хочу говорить? Про механику. Ну, типа, ну, так не опишешь, надо показывать, типа, что там они могут делать. Как бы я сейчас не описал, это будет... Ну? Забайтил про зонты. А, ну там уже все раскрыли, уже неинтересно будет рассказать. Как я ловко увернулся от рассказа. Призм, вечер, добрый. Добрый вечер. Привет. Я помню ту игру. Капец сложный. Да. Да. Где-то, я слышал только что. Ау. Ой, Ринка. Давай, я жду тебя. Я жду тебя, давай. Да почему мне постоянно... Короче, главные герои получают по одной половинке магнита. Ну не рассказывай. Чё? Почему? Не знаю. По одной половинке магнита. И... По уровням располагаются такие точки. Ну то есть у одного половинка красная магнита, а у другого синяя. И по уровням располагаются точки. И ты этот магнит можешь использовать, например, вот если у тебя синий магнит, ты используешь на синем магните, чтобы от него оттолкнуться. Либо на красном магните, чтобы к нему притянуться. Вот. И можете использовать ещё друг на друге, чтобы друг к другу, короче, притянуться с большого расстояния и встретиться посередине. Вот. Но такой механики я не помню, чтобы было в какой-то игре. Ну половинка вот цветного магнита вот этого, знаете, вот такого. Я жду реакции чата, чтобы понять, я один не понял, что. Магнит. Ну да. Магнит. Половинка магнита. Ну такой, как подкова магнит. Ну магнит, знаешь, вот типичный вот этот вот U-образный магнит. Ну да, да, такой красно-синий ещё. Ну да, да, там в игре обстёбывается то, что, типа, такого быть не может физически, но, типа, как, чтобы разделить на две половинки магнит, но, типа, он такой, эта книжка такая, типа, ага, здесь всё возможно. Но это же всё метафора, правильно? Да, конечно. Ой, ты где мы сейчас? Королевский. Да, ой, блин, это вот это вот огромное королевство сейчас будет. Содой спрашивает сразу заранее, так, чтобы знать, а есть затравка на сиквел этой игры? Мы играли вот в это. Вот в это? Да. Ultimate Bird Star 3D. Это же, это же этот, Guitar Hero. Затравка на сиквел? Нет. Ну, не знаю. Посмотрим. Сами решите, когда пройдёте. Задавите птицу, ну-ка. Если тут. Даур давит птицу. Кто у вас в семье лучше давит птицу? Сейчас мы узнаем. А ты играл в Guitar Hero, Ян? Я-то, конечно. Обижай. Очень любил. Играл на PS2 изначально, ещё даже не на гитарке, там можно было играть на геймпадах. Вот, задрачиваю. К слову, обнаружил интересную штуку, когда играешь в Guitar Hero, и ты вот учишься играть на гитаре, оно, короче говоря, помогает выучивать какие-то... Я тебе сделала. Типа, ритмику заучиваешь? Да, ты заучиваешь ритмику, и, соответственно, где какие ноты вообще находятся. Типа, и какие, и где. Выше, ниже. Подбираться, на всех легче. И, ну, исполнять, соответственно, тоже. Эпи-беды. Блин, здесь есть один такой угарный чувак, где он... а вот-вот-вот-вот он короче прилип тут в кучу клея ты его отдираешь он в другую кучу клея ты его снова отдираешь он еще в третью кучу клея а Оля так что вот в кучу клея залезла и норма была да и не прилипла так нам норм конечно так ну давай этот в ледяной мир там где на этих на коньках там офигенно вообще обожаю это место так так где она спрашивает можно играть на одном геймпаде сомневаюсь все-таки не а вот они не предполагала что два человека будут играть на одном геймпаде ну вот давай скользкие склоны нет да скользкие склоны гитары вообще дорогие для игры guitar hero то ну да да комплектик был дороговой дороговой блин с третьего раза произнесу это у тебя тоже такое бывает да я я иногда хочу сказать одно слово на ходу передумываю и решаю сказать другое я говорю короче половину потом делаешь веса так и должно было давай прыгай дороговой я пошли пошли чуть сердце не ёкнуло я обкорнулся дети обкорнулся что осуждаем если это еще не поздно осуждать это что этот самый пошел как он ssx сс с x с10x с x Robin Svelour � стипk слову увчитывая полётivo масти бы же вроде по снегу нет там был да ну как бы если скаты там такие тоже были а вот и половинки модом дальше же еще будет после вот этой головоломки это те половинки магниты да да подождать немножко показано не было бы этих вопросов глупо типа я а я на этого вообще не могу воздействовать до другой тянут толкун и тянут только в текстуре не застрянь как тогда забава так звали по звуку то в игре вообще я просто не слышу приятно интересно музыкально музыка прикольная но я не могу сказать что я какую-то прям вот мелодию прямо запомнил после этой игры но в целом она такая ну норм не напряжно и приятно находиться я это не могу толкун а вид бы ну да видели его истории серии толкал речь а три часа просто да не это все же ssx стип более реалистичные тяжелого управления знающий разъяснил выделенным сообщением опять за 640 баллов значит что человек точно знает ты толкай дерево удобно нам сюда ты куда мы вот здесь сложно а играли ли вы даур и оля а в игру под названием badland нет нет звучит как название какой-то игры но нет выходил еще и на мобилке и на консольке на всем там в общем игра играть надо было каким-то птичками черными которые летали в каком в непонятном мире но в общем там просто каоп вот тоже такой и единящий я бы сказал не вижу просто на это его тоже такая какая то есть длительно медитативная синергический какой-то вот геймплей застрял не выбралась неплохо и гаен какой не брит и нет badland не играл это я брит и брит и тупой бритвой почему сразу тупой чёт толкал и га хорошее слово а за вы на рельсу на рельсу давай давай как мы тогда делали ну-ка не в другую сторону ну или вы что вы пытаетесь ладно я не буду мешать вот о чем они говорили когда рассказывали про ссоры которые здесь была эта зима или 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 сейчас будет дальше а сейчас будет да где мы что сквозь шторм проходили до корида чуть-чуть а ну да да плашку вешал на подобные на рандову с незнакомкой здесь явно не то же самое да ну чату с большинства то понравилось так что так что я говорю игра не детская я предупреждал игра не детская как бы вы не обязаны конечно учить ребенка делать это обозначить возрастные рамки все таки с какого возраста можно играть в it takes two да с любого если можешь играть то играй официально 12 интересная информация согласен кто мы такие чтобы ставить другой возраст но просто даур самого начала заявил что это не детская игра не на 12 плюс нормально ты ты же понимаешь что это как бы типа 12 плюс это не потому что она детская потому что ну типа вновь не нет ничего что противоречит что может нарушить психику 12-летнего ребенка ты куда тебя сюда я думала сюда 20 вот смотрите типа говори что неинтересно будет детям да нет будет интересно ты что как как что может быть неинтересно тут же вообще офигенно все ну так и я вот о том а ты что я к тому что она типа игра про какие-то более серьезные вещи которые скорее всего 12-летние не поймут но это если сюжета касаться геймплей офигенно веселый френдли фаер я свой груз шатал не но видеть с другой стороны ли нам иначе мы не пройдем ты не пройдешь но и 1 2 3 кстати сами разработчики советуют дискорд использовать для этой игры когда я когда твоя жена работает от этого хозяйка пока 12 летнего еще нет психики говорит алистер ничего все заявочки с малых лет ну ты ты я ты красная же ты кинула ты это как бы значит что тут нет ничего такого я понятно ух ты как соединились можешь играть играй можешь идти идти растаявший лед это вода рис коров видимо он зацепился за фразу сутки до уровня давай 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 о смотрите вот главные герои они наоборот позитивно настроены я верю в тебя мы справимся ты справишься а в реале в это время ты нет ты нет ты я не люблю делать обзоры игр до релиза потому что нигде не найти музыку из языка этих я я не люблю на фон ставить какую-то постороннюю музыку ой держись держитесь у тебя есть целая игра которая есть музыка можешь ее типа такой на рыбать ну так приходится делать конечно можно найти подобную говорит маэстро так а что уже я туда не колбозил еще не вышло но близится а показывать уже можно да сегодня после 6 стало можно показывать вот мы и показываем нет даур прав механика с магнитами действительно смотрится оригинально 1 2 3 игроки веселый на full price и какой-то нинтендовский а сколько она стоит не знаю вообще 5k нинтендовский это за 4 700 где-то ой два с половиной это не нинтендовский хотя кто знает какие там ну она полноценная и трипл а игра я вам скажу 2 с половиной 40 баксов ну так норм и к тому же надо понимать что это сразу будет игра для условно твоих да то есть заставляет своего богатого друга купить и играть вместе с ним ну да так ворота времени или пополам да блин будут тоже пополам потом будет разборки а на какой аккаунт на мой или на сюда без разницы давай уж на мой сколько там времени кстати сейчас без 10 давай вот тут чуть побегаем где у нас этот тут короче у них разные способности она может оставлять свой клон а потом туда вернуться к этой точке а я могу перематывать время определенных объектов для для определенных объектов как так поверили в отношении свои или что но это другая глава я просто этаж типа впереди по игре мы поэтому как сцены промоя промотаем чтобы не я понимаю понимаю но просто до этого они находили какие-нибудь приблуды и шпулялись и не а здесь что вдруг началось то супер силы но тоже приблуды которые так работают логически чем обоснована приблудами вот отвечая на вопрос пожарная так заходит где мясом сюжетом обоснована варты я иногда просто и зачит такой вот умная напишешь вдруг иногда что-то такое вот вот такое я думаю откуда это взялось его часы на спине да да волшебник он заметил сразу архимаг и у нее часы на цифровые они еще постоянно комментируют вообще все что происходит когда ты делаешь что-то правильно или неправильно типа другой герой всегда это какими прокомментирует это прикольно звучит так слева начнем справа блин ну звучит интересное все еще не ответил вот на пару вопросов один на один ответили мы сам не самый не главный из вопросов кому это играет лишь для кого но все все кто любит всякие приключения платформеры и аркады все здесь здесь все понятно это разобрали парочкам стоит играть в эту игру или это наоборот блин опасно обвязать и так далее но если ты токсичный будет так лично если ты не токсичный будет не так сильно если токсичный в любой игре где надо играть вдвоем вы будете токсичить проверка да какая-то испытание отношения это все-таки совместное приключение которое поможет получить какие-то общие новые эмоции ну и даже может что-то подчеркнуть для себя ой не допрыгнул как-то не знаю посмотреть со стороны на какие-то ошибки которые ты можешь совершать я просто слушаю иногда тогда узнаешь довольно строго говорит я вот думаю что если бы допустим я сказал свои половинки или мне сказал половинка таком ключе как какой-то что-то я бы такой типа чего придавился немножечко не процитирую нет нет уж цитируй нет подожди рано да я запрыгнул с человек не смог не нажимая прыжок ты сама летишь а когда видишь что я уже не долетаешься когда нажимай прыжок потому что ты тратишь двойные прыжки просто сам начало я на боится играть мне нету тигра нашего не вышло боялся не переставая подталкиваться вот она что-то получается иногда лучше убить семейные советы что за портал начался одну вот уже на второй раз портал чего качестве reference клона а наш может оставить чтобы второго второму разу не лезть он его типа можно потом вот сейчас например я вернулся на и таким образом не могу попасть внутрь пространственные головоломки иногда лучше убить цитата даур обрывайте музыку из макса по и надо зачем вы убили сумму бы ну я думал что на рейс местность она просто долго проходила головолом причины расставания второй скриншот а когда релиз дал 26 числа так это же послезавтра ну да буквально пару дней завтра наверно выйдет обзор если никаких странностей не будет и случилось классический даур friendly fire блин прикольно так с замиранием сердца просто за вами наблюдают ладно я у тебя шикарный микрофон ладно на этом мы наверное и остановимся на время назови что шину развода не смогли пройти головоломку на этом мы закончим сегодняшний стрим вы увидели все что по сути ну не все конечно далеко не все но вы увидели на что похоже эта игра насколько она разнообразная веселая и так что если захотите не поиграть смотри играйте на мой вопрос отвечает красноречивее всего наверное то что на этом стриме играли опять второй раз даур с олей вместе то есть они прошли игру и остались вместе ну да да в целом да именно так ну кстати знаешь я что заметил короче когда ты играешь в эту игру это же игра о том как у них все плохо в отношениях и они пытаются эти отношения как бы наладить и ты понимаешь что вот сейчас вот короче ты можешь ну ты начнешь как-то внимательнее относиться к тому что ты говоришь и как на что реагируешь потому что блин будет очень стрел если ты сейчас поссоришься со своей половинкой играя в игру где люди пытаются помириться она же наверное должна обучать как раз терпимости какой то есть об этом же да да кто-то ошибается ты такой все нормально это это так можно это ничего страшного никто не умрет ну и плюс к тому она учит еще быть внимательнее к своей половинке так что достаточно о привет стараясь быть внимательным я заметил себе на этой созидательной ноте да спасибо вам за внимание ну все да спасибо вам пока-пока передает мау-мау блин пропустил стрим но но